В музее 76-го лицея есть экспонаты, которые хранят историю Великой Отечественной войны. Например, солдатская каска, пробитая вражескими пулями. Именно она вдохновила учеников на создание самодельной копии подарка для ветерана. После рассказов о войне у ребят возникает много вопросов. Ее участник Александр Сарафанов вспоминает, кого и как забирали на фронт. После нас освобождения Красной Армии в 43-м году, нас сразу в армию забрали. Значит, начиная с 25-й год и потом до 50-ти лет стариков. Мы все пошли своим ходом в военкомат. У нас никаких ни повесток не было, ни как там призывные пункты, прочее. Пришли в военкомат, как было где-то, так что он военкомат, фамилию сказал, утверждение сказал. Более нет, выходи в воде. Выходи в воде. Свой боевой путь солдат начал в Курской области. Когда началась война, ему было 16 лет. До 43-го года ветеран находился в оккупации. Потом стал наводчиком. Сбивал вражеские самолеты. Такие подвиги вдохновляют школьников делать подарки со смыслом. Герой был тронут поделкой с семиклассницей Лизой Переваловой. Из шарикового пластилина она смастерила огонь белого голубя. Вечную память и символ мира. Я хочу их поблагодарить за то, что мы сейчас живем. У нас нет войны. Это все заслуги наших ветеранов. Выбрать лучший подарок оказалось непросто. Многие подделки – результат коллективной работы. На этот раз подарочный сертификат за участие в акции достался педагогам, которые помогали ученикам готовить поздравления. Областная акция «Награда за мир» в самом разгаре. Впереди еще не одна встреча и множество добрых слов в адрес героев. Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.